Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 января 2021 года. 9 января не самая лучшая дата для России, а для нас она раз замечательная, потому что сегодня я начинаю показывать подарки. И вот подарок, который ты мне послала на день рождения? На день рождения, на Рождество. И на день рождения, и на Рождество. Я видела у нашей звездочки такие часики, и я знаю, что я точно либо не найду, либо закажу что-то другое, я попросила её мне заказать. Вот оно пришло, и я не стала сама открывать, потому что знала, что звезда ко мне приедет. Эта звезда хотела со мной просто перед Новым годом или после Нового года, где-нибудь чайку вместе попить. А мы придумали ещё лучше. Мы вместе съездили к Виктории. Три часа туда, три часа оттуда, и ещё много-много там времени. Так, вот так вот оно выглядит всё. То есть мы раз замечательно провели время, но мы нисколечко ничего не записали. Не потому что не захотели, а потому что погода портилась, и мы боялись застрять. У них в Теннессе три дня был снег на то Рождество. Я думаю, на это Рождество уже чего-то пытается. Я пока вот так показываю. Она сейчас нам настраивает, да? Потому как я инструкцию, чтобы не считала. И мы... А спят-то они у нас долго. Я же планировала и с Викторией сделать прямой эфир и записать ролик с её супругом, когда он уже проснётся. Ну, на момент, когда мы уезжали, наверное, почти в два часа. Он ещё только пытался вставать. Вот такая счастливая пара, которая никуда не спешит, и которая абсолютно всем довольная. Но мы раз замечательно провели время. Мы записали борщ. У меня есть мой борщ. Но у меня вегетарианский там борщ. Нашим гостям больше нравится борщ моей дочери, который она готовит в скороварке. Наверное, я так тоже научусь. Но вчера мы записали, вот, как Виктория готовит. Я баночку сюда привезла. Несколько дней назад начала ролик про покупки. Начала вот с этих вот часиков. Вот они на мне. Понятия не имею, как работает. То есть мне надо либо ролик найти, либо снова звонить к даме, которая мне их подарила, потому что вот не переключается у меня никуда. Понятия не имею. То есть те, кто их любит, наверное, любит. А те, кто вот такие вот уже взрослые, не знаю, как они работают. То есть буду созваниваться, буду снова брать консультацию. И если они мне понравятся, то расскажу позже, раз уже начала про них рассказывать. И мне хотелось их, потому что я видела, она и сообщения может с них прочесть. Мне сообщения точно не надо, потому как мне надо бы вообще с компьютера сообщения. Даже с телефона их не люблю читать, потому что очки всегда надо посередине, чем есть. А с часов тем более. Ну вот я и хотела брать исключительно из соображений, сколько же шагов я прохожу, при том, что я не хожу специально. Сейчас-то мы почти каждый день еще выходим на прогулку. Ну а я вот с малышкой знала, что я нашагивала очень много. Они как-то тут у меня тоже не хотят показывать. Надо вот именно наука поставить. Может быть, я чего-то не разобралась. Она мне сказала, Галя, ты сразу не рассказывай. Несколько дней попользуешься, а потом будешь рассказать. Они у меня несколько дней проболтались. Я к ним так и не привыкла. Вот сейчас снова надела. Может быть, буду любить, может быть, не буду. У Виктории я заполучила новые подарки. Она мне присылала фотографии. Говорила, какая тебе нравится больше. Я выбрала вот такую вот матрешку. Красно-черно-желтую. Очень мне нравится цвет. Я уже в этом фартуке и у Виктории там посидела. И вчера я уже лепила пельмени. Мы с Ларей решили, что мы пельмени все-таки будем сами по-русски все делать. Лепила пельмени. Он у меня уже немножечко, вон, чумасенький даже. Но все равно вам показываю, потому как подарок на день рождения девушка мне очень захотела сделать. И я его выбрала сама. Мне всегда нравится, когда я выбираю что-то сама. Она к нему же мне вот такую рукавичечку подарила. Причем рукавичечка такая, прям как из мульчика. Видите, у нее такая пасть. Вот я тоже с ней сфотографировалась. Ребенку посылала, чего я понабрала. И вот такая вот разделочная доска. Сейчас я ее тоже открою. У нас много разделочных досок. И у меня есть специально купленные вот под дорогие ножи. Когда Женя покупал вот эти катка-ножи, он бы купал и специальную доску, на которых они меньше зазубриваются. А у Лэри тоже тут есть. Ну, я с удовольствием приняла эту досочку. Она еще будет, как и украшение кухни у нас. Кухня небольшая здесь. Но я ее буду ставить так, что радостно на душе. Вот такие краски мне очень приятны. Видите, общее впечатление, что это рыженькая доска. Такая же, как мы с Люсей. Спасибо, моя дорогая, за подарки. Люблю, не могу. Ой, еще же от нее подарок. Про него надо сказать. Смотрите, это Кристиновский тональный крем. Она мне его подарила. Я хотела за него заплатить, потому что он стоит порядка 40, наверное, долларов. Я говорю, давай я за него заплачу. На дня нет, то на Рождество, а это вот тебе на день рождения, там на новоселье, на все на свете. А это подарок на день рождения, принимай. И я забыла спонжик, поэтому я наносила рукой. Надо было мне его сегодня нанести. Он немножечко темнее, чем мне надо. Он так хорошо ложится. Он так хорошо ложится. Вот здесь я прямо пальчиками вам провела. И замазывает все неприятности. И ребенок мой попробовала, потому что здесь написано, что после пилинга сразу можно. Она мне обычно, когда сделает вот процедуру, говорит, на следующий день вообще ничем не машется. А здесь, да ладно, говорит, можешь им намазаться. Он и дышит. У него и фильтр защитки. И вот здесь написано, что вот здесь рядом с пятеркой, что после пилинга его можно. Ребенку моему тоже очень понравился, но свет для нее темноватый. То есть для лета он, наверное, хороший, а для зимы можно брать посветлее, ну, под вашу кожу. Мне, наверное, тоже надо посветлее. Причем я ездила с девочкой, которая помоложе меня ненамного. Она, ей, наверное, лет 55, может быть. Но она сразу же все везде прошерстит. Это ее подарок, в котором я не могу разобраться. Вон он ничего показывает непонятного. Она сразу же нашла, что не обязательно заказывать из Израиля. Можно с Амазона, а можно даже из Walmart. Пойти в Walmart купить или заказать с Walmart с бесплатной доставкой. То есть, видимо, фирма связалась с Walmart, не зная, что это дешевый магазин. И прямо у них можно купить. Проверьте, пожалуйста. Может быть, вам тоже это понравится. И мы вчера на стриме говорили о том, что мы поедем в русский магазин купить лекарство противовирусное, которое было бы дома. Я купила вот такое. Она мне назвала несколько... Вот надо бесценно с этой стороны показать. Два из этого списка у них были. Я купила вот этот ремонт один. То есть, если вдруг мы заболеем, на первый день-два нам хватит, а потом ребёночек подвезёт побольше, чтобы оно у нас было. Ну, то есть, мы вот так вот приготовились. Если вдруг, не дай бог, у нас что-то будет. Хотя мой ребёнок очень была удивлена. Моим желанием мы поехали лекарство купить и как-то защититься, потому что... Я вам рассказывала, мы машину вместе обмывали. Ребятишки, дочечка и внучечка, у нас здесь оставались ночевать. И на следующий день мы пошли гулять, а она чувствует, что что-то не так. Вроде и голова побаливает, вроде и в шею куда-то отдаёт. Она позвонила тем людям, которые с нами вместе встречали Новый год, не зная, что у них в семье уже есть ковид, спросить, что... Когда у вас тест придёт на анализы? Есть у вас ковид? Нет у вас ковида? И на следующий день я должна была ехать с девочкой оставаться, чтобы она поехала на экзамен. И я ей вечером пишу, что, дочечка, может быть, не рисковать, что туда поешь, всех позаражаешь. И самое главное, что я могу в дом принести от вас за разу, вдруг ты тоже уже заболела. И она говорит, мам, ты такая странная, ты всегда носилась по всей Америке в течение этого ковида, не думая, что можешь заразиться. А теперь почему-то вдруг стала думать. А я не про себя думаю. Я про себя абсолютно уверена, что у меня всё раз замечательно, а мужчина на 7 лет меня старше, и мне очень не хочется его потерять, мне очень хочется, чтобы он был здоров. И эта болячка к нему никак не привязалась. Вот поэтому и вспомнила сразу про промывку носа, которую я вам показала на стриме. И вот запаслись мы таблеточками, и витаминки мои, Юсановские он тоже уже пьёт. То есть я очень хочу его сохранить, и это понятно. То есть я быстро его нашла, конечно, я быстро нашла. Как вы говорите, вы что пропагандируете, то вы и демонстрируете. Заявляя, что в Америке очень много порядочных мужчин, за которых можно выходить замуж, вы нам продемонстрировали, что вот за 3 месяца его нашли, через 5 месяцев подружили, называется. Причём встречались мы в основном раз в неделю. И мы вчера с ним разговаривали по поводу того, как продвигались отношения. И одна из причин, почему он не был уверен, это мой возраст. Я же показала, что мне 28 лет, 28 лет, 58 лет, а не 62, а это для него была самая низкая граница. То есть вчера же тоже на стриме мы говорили, что пишут мужчины и на 20, и на 25 лет старше. А нормальные мужчины, они вот понимают, что женщина должна быть ну лет на 7, на 8, потому что 10 это максимум. И вот я для него была вот прямо на границе. Он очень сомневался, что такая молодая женщина, а не Шипакля, как раз может согласиться. Я вам как-то говорила, он произнёс фразу, что чего ж я с такой молодухой-то связался. Ну а сейчас мы оба счастливы, что связались с человеком постарше, связались с молодухой, потому что нам на самом деле очень хорошо. Мы ему на день рождения будем заказывать тортик с ребёночком. Вот сейчас она мне пришлёт сайт. Выберем, какой ему тортик. И не знаю, либо в ресторан поведём его, либо дома буду накрывать стол и приглашать тогда и детей, и друзей. В день его рождения он как раз в субботу родился. И в этот же день я буду праздновать свою годовщину приезда в Америку. У нас вот так с ним дата эта совпала. Я думаю, что это тоже знак, о котором Владлен говорил, что какие-то совпадения. Вот у нас совпадения по дате приезда и дню рождения моего будущего супруга. А я думаю, что мы этот ролик сделаем коротенький, иначе я опять его не опубликую. Пусть оно уже выходит то, что есть. А те подарки, которые я ему куплю, и тортик в том числе, уже выпущу в следующем ролике, в январском. А это пока первая часть покупки подарки января 2021 года. Матушки мои, вот только отмечали миллениум, и уже 20 лет пролетело. Так время быстро летит, наслаждайтесь каждой минутой. Каждая минуточка неповторима. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.